Десна ТВ Уже скоро все православные будут отмечать крещение Господне. Одна из традиций праздника – купание в ледяной воде. И такие смельчаки находятся регулярно. О том, как десногорцы отмечали крещение в прошлом году, смотрите в сюжете на 17-й строчке нашего рейтинга. Поздний вечер на Савеевском источнике – слезы Казанской Божьей Матери. Умиротворенной праздничной атмосфере свершается молебен Духовного Лица. По традиции его провел настоятель храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей протеарей Виталий Сладков. После этого был проведен обряд освящения источника. Прихожане умывались ледяной водой и набирали емкости, чтобы унести их домой. То ли сказалась плюсовая температура, то ли сила веры прихожан была особенно сильна, а желающих искупаться в купели было непривычно много. Для понимания обряда крещенского купания нужно обратиться к символическому значению воды в Ветхом Завете. Вода – символ зарождения всего живого на земле. А в дни крещения – это святыня, способная исцелять и наполнять человека душевными силами и бодростью. Преображение прихожан после купания нам удалось оценить на месте события. После обряда верующим предлагалось восстановить силы чаем и пирожками. Что происходит на территории Десногорска, конечно, волнует многих его жителей. Особенно вызывают вопросы появления строительных материалов на участках, которые долгое время были в заброшенном состоянии. Например, территория третьего микрорайона у первого дома. Сюжет об этом занял 16-ю строчку нашего хит-парада. Заброшенная территория в третьем микрорайоне у первого дома. Уже много лет за перекосившимся забором виднелись только трава, человеческий рост и куча мусора. Всё это время земельный участок находился в аренде у предпринимателя, который за отведённые шесть лет не смог реализовать свой деловой проект. По этой причине договор аренды был расторгнут. Нами было принято решение данный земельный участок также предоставить в аренду, потому что это в первую очередь пополнение бюджета муниципального образования. Участок по площади большой, поэтому было принято решение разделить его на два и выставить на аукцион. В третьем микрорайоне Десногорска находится не только местный рынок. Ещё здесь расположено несколько сетевых торговых магазинов. В том числе из-за этого интерес к свободному земельному участку оказался достаточно высоким. У нас поступило по семь заявок и на тот, и на тот участок. Ну и в итоге вот мы заключили договора аренды с ООО Днепровский Бекон и индивидуальным предпринимателем Абравенко Михайловичем. Это предприниматель из города Рославля. Предприниматели уже представили проектные решения своих объектов. Документы будут согласованы в ближайшее время. Конечно, особое внимание будет уделено соблюдению правил и норм благоустройства. Торговые объекты обещают быть современными, собственной парковкой и привлекательным внешним видом. Сдачи одного из них планируются уже весной будущего года. Олег Соловьёв, Андрей Прохоров, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. 15-я строчка нашего рейтинга «Двадцатка самых-самых сюжетов Десна-ТВ» посвящена экстриму. Долгожданное открытие площадки для экстремальных видов спорта произошло 20 октября. И мы, конечно же, сразу рассказали об этом в эфире программы «День за днём». Долгие два года в ожидании открытия. И вот, новая современная скейт-площадка встречает любителей активного отдыха. Когда-то именно этот спортивный объект стал лидером онлайн-голосования среди местных жителей. В скейт-парке в Десногорске хотели видеть 93% респондентов. И вот результат проделанной работы уютно расположился на территории спортивной школы. «Площадка находится перед вами. И я надеюсь, что мы все наши инициативы будем реализовать вместе с вами. И тогда будет результат». Скейт-парк «Экстрим тайм» – новое и наверняка в скором времени культовое место Десногорска. Это стало возможным благодаря совместной работе городской администрации и фонда «Ассоциация территории расположения атомных станций» концерна «Росэнергоатом». Там решили, что подобное место – это прекрасный способ продвижения спорта в городе. И не ошиблись. «Ходили много раз в администрацию, наконец-то его поставили. Все сделано на высоком качественном уровне». «Отличный парк начального уровня. В принципе, есть все, чтобы человек научился все базовые элементы и так далее. Безопасно, ново, все отлично». Возможности площадки продемонстрировали профессиональные спортсмены. Команда фристайлеров под названием «Мэтт Спорт» показала эффектные трюки на скейтборде, роликах и бэймиксе, а также провели мастер-классы для детей и их родителей. Были раскрыты некоторые секреты эффектного и безопасного катания. «Мамный мой ответ в том, что я обманываю свой вестибулярный аппарат и держу 90 градусов от плоскости, в которой я нахожусь». Рампы, разгонки, перила и другие конструкции для совершенствования мастерства катания теперь есть и в Десногорске. И это в очередной раз подтверждает. Десногорск – город спортивной и активной молодежи. Если у вас есть скейт, ролики, самокат или просто обычный велосипед, то это место для вас. Ксения Пьюшкова, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ. За год наш город изменился. О новостях, событиях и переменах в Десногорске мы рассказывали в эфирах программы «День за днем», чтобы вы были в курсе. А самые интересные сюжеты попали в хит-парад «20-ка самых-самых новостей» на Десна ТВ. Некоторые из них мы посмотрели сегодня, а остальные покажем уже завтра. С Новым годом и приятных выходных! С Новым годом и приятных выходных!